Можешь я через 10 лет окажусь под Саратовом и буду писать вообще операционную систему для какого-нибудь российского повода. Для этого мне соседей. Такой даже в Раблице. Ты выбрал рут ненависти от Павла Сергеевича. Если мне будут платить много, я вообще готов заниматься чем угодно. Это что, Сэмб? Сэмб, погоди, погоди, Сэмб, погоди, Сэмб, погоди, Сэмб, погоди, Сэмб, погоди, Сэмб, погоди, Сэмб, погоди. Но если не будут платить достаточно. Абсолютно. У меня есть для тебя идея. Если у тебя есть идея, то есть у тебя есть. Там было удобно. Там мало прибыли было, если так было. Если писать это, то это что значит. Ну, я сомневаюсь. Ну, я сомневаюсь. 10 стоит. Там, видишь, не видно второго угла, нет? Второй угол был. Ты, 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 лекцию, чё-то, лекцию. Я с вами сливаю, это очень ужасно. Мне придется их снова описывать. А что с того, что это не живет? Так, это был хромастер. Теперь пока не могу написать видимым цветом. Нет, ну, на самом деле, вот эти, вы уже помните, что я его писал. Так, только я забыл, я писал просто вот примерно так. А напомните, пожалуйста, вот в определении неопределенной формы, я говорил, что существует две отверстики, где больше нуля, существует две отверстики, где меньше нуля, они обозначались h и h с волной. Хорошо, значит, пока показательство пункта 3 такое. Вот мы берем вектор h, такой, что u от h больше нуля. И, значит, тут у меня была запись такого софта только что, да? Я ее сейчас починю, значит, f от x плюс. Я вот сюда буду масштабные множители дописывать. А можно это? Спасибо. Что? Ничего, больше никто не поползет? Ага. Значит, сейчас, а точка x0 называется? x0. Минус f от x0. Нет. И была оценка сверху. Ну, так не знаю. Ну, так не знаю. Ну, что она делает? Значит, она оценка вот такая. И минус f. Так, сюда я собираюсь. Вот, значит, если на пробетчике не бросить внимание, то последняя запись, которая относилась к пункту 1, на основании которого был сделан вывод о том, что это локальный минимум, вот такая запись. И там речь шла о том, что когда векторар достаточно много по норме, произвольный, то вот работает такое неравенство. А я прошу прощения, я что-то как-то вот опять же все стерто, и я так и не отследил. Наверное, я этот кусочек не упомянул. Вообще, эта запись должна была получаться тем, почему я ожидаю, что эта штуковина положительная. Ну, по лемме, по лемме об оценке квадратичной формы. Мне кажется, это я в тот раз забыл написать, что квадратаж больше льва ночь. Что-то не хватало вот такой, 1, 2 гамма-ку на норму аж, ну, минус эпсилон на норму аж квадратичной. Да, вот так, наверное, да? И, значит, если эпсилон малого вторая гамма-ку, я как-то неправильно, я говорил эпсилон малого с одной второй, не, не, надо сначала написать оценить квадратичную формулу снизу по лемме об оценке квадратичной формулы. Какая неприятность. Кажется, тогда в пунктике 2, который я, так сказать, помахался руками, сказал, что логично, нам из этих же соображений понадобится лемма об оценке сверху, что ли, да? То есть все-таки сверху квадратичную формулу надо оценить? Ну, ладно. Ну, мы же знаем, только там, на самом деле, двусторонняя оценка, потому что пунктик 2 нам говорит, что делать, взять максимум на единичной сфере. Так, хорошо, так я хочу, значит, теперь, вот еще раз, это цитата из предыдущей, из предыдущего пункта, а теперь я превращаю ее в утверждение в этом пункте. Вот h теперь у меня не любой вектор, а это конкретный вектор, на котором квадратичный положительный. Я хочу сказать, что тогда при достаточно малых t ну, и я сюда вписываю t. Ну, видимо, это все тогда на t квадрат еще надо умножить, ну, как бы однородность. Ну, и, собственно, вот и все. Просто при достаточно малых t вектор t h становится, ну, так сказать, маленьким по норме, настолько, что вот соображения из первого пункта, которые позволяли написать епсилл, они, значит, работают. То есть, ну, получается, что опять такая квадратичная форма есть, параметр гамма q мы знаем, мы назначаем епсиллом поменьше, чтобы ожидалось вот здесь положительное значение. Вот это дело у нас вылезает, смысл слов достаточно малый, да, существует дельта больше нуля, что как только норма t меньше дельта, ну, точнее, в том пункте 1, норма h была меньше дельта, а сейчас, с оглядкой на достаточно малое t по модулю, так что вот этот вектор th уже вписывается в эти оценки, и вот на него закончилась операция. Готово. И аналогично, то есть, конец такой, значит, вот это все больше нуля. То есть, вы сместились немножечко в направлении вот этого вектора, где квадратичная форма положительная, и у вас приращение будет положительным. Вот вывод, который я делаю из этой формулы. И аналогично существует вектор h с волной, на котором квадратичная форма отрицательна. И тогда, смещаясь в направлении вектора h с волной, вы получите отрицательное превращение, если чуть-чуть сместились сюда. И при малых t, f от x0 плюс th минус f от x0 будет оцениваться все поменьше. Ну и все. Это, значит, нет экстремума. То, что тут при всех достаточно малых t означает, что какую окрестность не возьми, вы всегда там вот за счет того, что t возьмете в случае чего поменьше, вы всегда найдете точку x0 плюс th, которая сидит в этой окрестности, ну и все напишете. Так что в этом смысле все в порядке. И вот такая информативная часть теоремы, она на этом заканчивается. А пунктик 4, информации недостаточно, ну то есть это такое замечание в стиле, как у нас на самом деле уже были такие прецеденты, как вот это вот, помните, признак каши, признак ламбера сходимости положительных рядов, мы говорим, что вот там что-то, если больше единицы, то расходится, а если меньше единицы, то сходится, а вот если равно единицы, то бывает так и так. Ну вот это того же сорта. То есть я должен фактически предложить вам какой-нибудь пример, в котором квадратичная форма пола определенная, а что-то как-то вот в экстременном отсутствует. Ну хорошо, давайте посмотрим. Давайте рассмотрим такую штуку. В R2 функция, обычные переменные называются x, y. Простенькая функция называется так. x квадрат минус y четвертый. Изучаем точку 0, 0. Вместо x0, да, ну тут у меня смесь значений немножко несовместная с самой левой, да, там x0 было вектор обозначения, здесь у меня координаты называются формулу просто писать. Изучаем точку 0, 0. Ну, очевидно, что производная f по x в нуле 2x равна нулю. Производная f по y в нуле 4y куб минус 4y куб тоже равна нулю. То есть ясно, что f' по x, f' по y это нули. То есть эта точка подозрительная и с точки зрения теоремы надо бы посмотреть, а что здесь со вторым дифференциалом. Второй дифференциал функции f в точке 0, 0 на векторе h1, h2. Поскольку f это многочлен, то f является в точке 0, 0 своей собственной формулой Тейлора. Причем вот это ранжирование слагаемых по степени, это есть как раз то ранжирование, которое формуле Тейлора тоже по степени приближения было. То есть вот перед вами, пожалуйста, формула Тейлора для функции f в нуле. f от нуля вы тут не видите, потому что оно равно нулю. f' от нуля вы тут не видите вообще слагаемых в первой степени, потому что частные производные равны нулю. А вот частные производные два раза по x, она не равна нулю. Вот вам, пожалуйста, слагаемые в второй степени единственные. Третьих степеней тут нет, вот вам слагаемые в четвертой степени единственные. Ну и дальше уже погрешность честь нулевая. А не h1 квадрат? Почему 2? Сейчас. h1 квадрат, но тогда не 2, а 4 все-таки, да? Нет. Нет, вот h1 квадрат, да. Да, извините, конечно, h1 квадрат, естественно. Как я это посчитал, ну я пока вот, пока вы мою ошибку мне показывали, значит, вы подержали, я объяснял, что тут сейчас непроизводные второго порядка в нуле равны нулю, кроме, ну то есть они тут их не очень много, да? Кроме 2 раз по х. А это двойка. Ну вот она и есть. Вот, замечательно. Ну и что мы видим? Мы видим квадратичную форму, которая неотрицательна. Мы понимаем, что квадратичная форма вырожденная. Спрашивается, так сказать, похоже ли, что мы столкнулись с точкой 0,0, в которой наблюдаются минимум. Вроде как обычно наличие положительной определенной квадратичной формы означает минимум. Неужели в точке 0,0 у нас минимум? Ну, тут вообще-то все очевидно, в смысле, так сказать, формулы прозрачный ответ сразу, так сказать, перед глазами. Но я, так сказать, сделал вид, что я не понимаю и скажу, так-так-так-так, значит, это вот второй дифференциал такой, да? Ага. То есть вот он, если h1 равно нулю, то он вырожден. Вот x, y, вот точка 0,0. Значит, если h1 равно нулю, то мы рассматриваем вектор приращения вида 0,h2. Вот на таких векторах этот второй дифференциал вырождается. И если вы будете, так сказать, рассматривать такие вектора, то на таких векторах вот эта слагаемая пропадет. И поскольку мы не изучали, что там дальше, то вот я не понимаю, какие там будут эффекты, с чем они связаны. На самом деле, значит, пропадет вот эта слагаемая, и все будет определяться теперь вот этим, да? То есть когда вы идете вот туда, то почему-то в вашей формуле трейлера исчезнут слагаемые второй степени, и вылезут те, которые вас вообще не интересовали, вы на них не обращали внимания, раньше от них отмахивались значком и маленькая, а теперь они вылезли, и они как будто отрицательны. Ну и совершенно очевидно, да, что если вы идете из нуля по оси x, то у вас положительное значение, а идете из нуля по оси y, то у вас отрицательное значение. То есть это не экстрем. То есть сама формула с самого начала очевидна, что точка 0,0 не экстрем. Ну вот забавно, что эта функция является, значит, примером, когда вот как раз мы вырожденную формулу имеем, а экстрем мы не имеем. С другой стороны, если бы тот плюсик стоял, то очевидно точка 0,0 это глобальный минимум этого выражения, и был бы экстрем. То же самое с плюсиком. То есть мораль такая, экстрем может быть, а может не быть. Наверное, единственное, что тут можно гарантировать, что если она положительно-определенная, положительно-определенная, то тогда, наверное, все-таки максимума тут точно не будет. Вот это, пожалуй, наверное, может быть уверено. Ну, потому что если вы пойдете в том направлении, где вот эта квадратичная форма не исчезает, то по предыдущему рассуждению, в ту сторону функция растет. Вот, хорошо. Так, ладно, по этому поводу я хотел задать загадку. Загадка. 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 Значит, вот я рассматриваю функцию f. Это x квадрат плюс axy квадрат плюс y в четвертый. Очень тщательно подобранная функция. Значит, вопрос следующий. Смотрите, значит, ну она того же сорта. Она в нуле, эта функция имеет все тот же, такой же совершенно, ну тоже третью степень я добавил, она не скажется во втором дифференциале. Такой же второй дифференциал. Это знак положительно-определенный вырожденный дифференциал. Положительно-полуопределенный. Ну, я не знаю, я предлагаю пропускать слово полуопределенный и честно писать слово вырожденный в качестве ее заменителя. И тогда считать, что такой термин корректно. Значит, можно говорить положительно-определенный, очень хорошо. Можно говорить положительно-определенный вырожденный, имея в виду полуопределенность, пожалуйста. Так, так вот он, значит, вырожденный, положительно-определенный. Он вырождается вот в этом направлении. Вырождается, в смысле, зануляется. Что мы видим, если мы вот в этом направлении? То есть в направлении 0y, да? Выходим из точки 0,0 и подставляем точку 0y. Ну, мы видим, что вот этот второй дифференциал, как и положено ему за нулью, здесь мы за нулью делся, он равен нулю. Тут есть третий дифференциал с логами третьей степени. Но он тоже почему-то вымерло. Ну, хорошо, вымерло. А дальше идет четвертое, но не так, как у нас противное с минусом, а с тем же знаком плюс. Так что получается, что вдоль того направления, на котором вырождается второй дифференциал, у нас к нам на помощь приходит четвертый, и он тоже обеспечивает положительность нашей функции. А третий он тут есть, по идее третий крупнее четвертого. Но что-то третий вот на этом направлении не сыграл. Хотя вообще потенциально он более крупный, чем четвертый. Так вот вопрос, который меня беспокоит. Это следующий. Неужели? 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 При а равном минус миллион, здесь есть локальный миллион. Ну то, что минус миллион это чистая эмоция, потому что в окрестности нуля вы за счет знака икса всегда можете и плюс миллион получить, и минус миллион. То есть минус миллиона в смысле, я такое ну очень отрицательное выражение написал такое. Вот он как с виду положительная функция, но я написал очень отрицательный второй дифференциал, третий, извините. Ну в наивном смысле очень отрицательный, он очень положительным тоже бывает. Но тем не менее, неужели вот это вот жутко отрицательное страшный коэффициент миллион со знаком минус, неужели он не собьет вот эту положительность функции? Вот это загадка. Так, хорошо. Ладно, и не знаю, стоит ли мне сейчас еще на этом, ну давайте я на этом остановлюсь. В смысле, я хотел сменить пластинку, сменить тему, перейти к другому сюжету. Ну давайте я перейду к другому сюжету. Значит вот, прекрасно, мы доказали теорему о достаточном условии экстремума. Вот, хорошо. Давайте, значит, переключимся на следующую тему, которая будет дальше развиваться. И она, в смысле, практические занятия потом сменит ваши функционерских переменных. Так что я создаю некий задел, чтобы потом вам на практике, без проблем, включаться в совершенно другую деятельность. Значит это, ну если так это озаглавить, это можно назвать, что мы изучаем такую совершенно новую главу с названием функциональные последовательности ряды. Глава функциональные последовательности и ряды. Вот, и мы начнем с того, что обсудим, значит, такой сюжет, равномерная сходимость. Правномерная сходимость функциональных последовательностей. Так. Ну вот, забавный такой сюжет. С таким снобизмом некоторым говорят, что вот, там какие-нибудь дикие племена, они там не умеют считать, они там умеют считать 1, 2, 3, а дальше у них используется много. Основная идея, которую, так сказать, вы должны приобрести из этого параграфа, что это, в принципе, неплохо. 1, 2, 3, но это достаточно тонкое понимание мира. Я сейчас вам предложу такое понимание мира, которое говорит, что после 1 уже много. Сразу начинается в некоторых вопросах, и это требует некоторого, значит, напряжения. Так, хорошо, ладно, значит, поехали. Вот я хочу, ну, во-первых, я хочу работать с последовательностью функции. Ну, что такое последовательность функции? Ну, обычно, да, последовательность функции. Уображение из множества нейтральных чисел в множестве функций, там, для каждого i рассматриваем функцию f. Вот я, так сказать, предупредил, тут, ну, как общий термин последовательность, ничего специального она не имеет в виду. Вот я хочу определить объект, который называется поточечная сходимость последовательности функций. Вот, точечная. Ну, вы знаете, так, по смыслу словообразование как-то в русском языке фиксировано, там, не положено как-то вольности, Ну, вообще, вот между по и точечной надо бить дефисик, чтобы он их отделял. Потому что, к слову, поток не имеет отношения, а сходимость по точкам, так сказать. Слово точка, да, по точечной сходимости. Значит, что это за зверь такой? Ну, вот пусть у нас имеются функции в последовательности fn, и они заданы где-то на множестве x. Принимают значение они, ну, вообще, я буду говорить функции, но, в принципе, мне даже не жалко, если это будет отображение. Давайте, так сказать, основной объект для нас функция, но в этом месте без разницы, функция не функция. Пусть они действуют отображение, как отображение множество y. Значит, x это просто множество. Значит, сейчас меня не будет интересовать никакие структуры в x, потому что, когда я работаю с функциями, обсуждаю всякие вопросы про функцию, чем нам хорошие и вещественные? Тем, что мы про них и неравенство пишем, но это неравенство для значений. Тем, что мы для них какие-то там оценки пишем, какие-то модули разности, опять это, мы манипулируем со значениями, нам не важно природа, так сказать, x, который подставлен. Вот, поэтому здесь вот x это множество, а вот в y я собираюсь обсуждать вопросы расходимости и тому подобное, в y уже, так сказать, должен быть чем-то, где я словосходимость умею поддерживать, значит, метрическое пространство. Ну и x это область определения, а у меня еще есть подмножество в x, допустим, на котором я выделяю какое-то свойство. И вот я хочу, давайте еще функцию f0 тоже заведем, н пробегает натуральные числа, а f0 это как бы еще одна дополнительная функция. Так вот, определяемый термин такой, что, значит, fn поточечно сходится к f0 на множестве e. fn сходится поточечно к f0 на множестве e. Я хочу это определить, что это значит. На самом деле, ничего нового, так сказать, практически в данный момент это не значит. Вот новое это будет считать, скажем, словом номер. А сейчас просто начнем, что в каждой точке из множества e наблюдается сходимость. Для любого x из e, fn от x сходится к f от x, к f0 от x. Френ в стремящемся к бесконечности, вот что это значит. Ну и поскольку мы тут включаем, так сказать, изучаем какие-то достаточно технические вещи, то я поленюсь, я тоже самое расшифровать стандартный ε дельтой фразой. Ну то есть вот эту сходимость, как положено, стандартным утверждением расшифровать. То есть у любого x из e, у любого ε больше 0 существует δ. Ну оно зависит от того, как филами x. Больше 0. Чего? Извините, показалось. Какой дельт? Съехал на что-то другое и не подумал, мы же по n переделим переход делаем. Это я забрал вперед. Да, значит, это существует номер, да? Существует такой номер, такой, что для любых n больше, чем этот номер. У него выполняется метрическое пространство. У меня, значит, не модуль разности, а расстояние. Расстояние от fn от x до f от x меньше ε. Ну вот так. Ну да, логично. Плохая новость. Четырехконтрольное утверждение. Хотя, честно говоря, с таким началом и такой трактовкой пока ничего страшного. Хорошо, давайте я приведу пример. Значит, пример. Пример первый совершенно простецкий. Значит, я в качестве x, ну давайте я напишу просто, что там. fn действует из неотрицательных чисел вещественных, принимает вещественные значения. Задается формулой простецкой. x в степени m делить на m. Ну и тогда r плюс это как бы наше x, да? А множество e, на котором я отслеживаю поточечную сходимость, ну оно такое. Значит, если множество e содержится в отрезке 0,1, то fn поточечно сходится к нулю. Ну, к торжественной нулевой функции на множестве e, да. Так, там торжественно сходится к нулю. А если e вылезает за пределы отрезка 0,1, то там не может быть никакой поточечной сходимости. То есть, если e пересечь с лучом от единицы, не включая до бесконечности, не пусто, то нет поточечной сходимости. Ну, потому что в этой точке, которая как бы лежит на луче от единицы на бесконечности x в степени n делить на n, стремится к бесконечности, ну и не получается иметь конечного предела, да? Ну да, это тривиально. А вот, значит, второй пример, он тоже... Вообще, пока мы рассматриваем какой-то пример на тему, чтобы взяли x и начинаем изучать предел по n, все-таки тривиально, ну вот, тем не менее, такой пример, который немножечко должен насторожить. Значит, давайте я рассмотрю fn от x. Вот такую функцию, значит, n в степени альфа x на единице прибавить n квадрат x квадрат. Вот я двоечки специально так вот выделил, тоже немножко изгибаются, а сверху альфа. Значит, я считаю, что эта функция задана на отрезке 0,1. А параметр альфа здесь вспомогательный параметр. Это число больше 0, меньше 2. Ну, вопрос, нет ли тут случайно по точечной исходимости, когда вот мы рассматриваем в качестве множества e, это же самое отрезок 0. Опять к этому же самому нулю, к торжественному нулю стремится эта функция. Значит, при каждом x смотрим. Если x равен нулю, то понятно, fn от 0 это просто сам всегда 0. А если x не равен нулю, то вот как раз соревнуется вот эта альфа против вот этой красивой двоечки. Ну и, конечно, n квадрат утянет эту штуку в 0, без всяких проблем. То есть поточный исходимый к нулю имеет место, все хорошо. Меня никто не спрашивает, но я задам сам себе вопрос. А давайте еще возьмем и посчитаем, чему равен максимум fn. Ну, а что там считать? Это же формула простецкая, типа надо взять производную, перерать к нулю и посмотреть. Так, наверное, степень альфа можно не писать, потому что это масштабирующий множественник такой, да? То есть производная числителя на знаменатель, вычесть числитель на производную знаменателя, это мы дифференцируем максимум fn по x, да? На всякий случай. На проекцию дифференцируем. Так, значит, 2xn квадрат и делить на квадрат знаменателя. А, на квадрат, да, вот надо приравнять к нулю числитель производной, готов. Это я приравнял к нулю числитель производной, а я его убрал просто. Ну, он на величину максимум влияет, но он не влияет на, так сказать, то, в какой точке максимум стоит. Просто такой, дополнительный масштабирующий множественник. Короче, получается, x равно 1n. 1 минус x квадрат n квадрат равно 0. На отрезке 0,1 x равно 1n. Минус 1n это лишний корень, он нам не нужен. И это корень, это корень, это корень производная меняет знак с плюс на минус. Это максимум. Значит, ответ такой. Этот максимум, он равен f nt в точке 1 nt. Ну, потому что, понятно, я не просто нашел подозрительную точку, я еще заметил, что до нее функция росла, после нее функция убывает. То есть, это получается, это получается, это получается, n степени альфа минус 1 делит на 1 плюс 1. Чувствуете? Если альфа больше единицы, максимум стремится к бесконечности. В этом месте что-то не то. Ну, с одной стороны, я только считал, то есть, клинический факт. Понимаете, вы можете подойти к жирафу, говорить, что такого не бывает, он перед вами стоит, может говорить, вот Даша, а где-то там. Вот стремится он к бесконечности. То есть, здравый смысл говорит, что как последовательность стремится к нулю, как это можно себе представить. Ну, вот так, наверное, как-то, вот этот отрезок 0,1, ну, я не буду конкретно вот эту рисовать, я просто как себе представляю последовательность функций, стремящихся к нулю в каждой точке. Ну, вот есть какая-то функция f1, потом будет функция f2, f3, f4, номер функции растет, и в каждой точке значение начинает приближаться к нулю. Ну, то есть, видимо, графики этих функций, они так понижаются, 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 понижаются. При большом номере будет функция какая-то вот такая, еще при большем еще такая, и вот они к нулю идут. В каждой точке, при каждом x, f n до x стремится к нулю. Вот так это, казалось бы, выглядит с точки зрения наивного здравого смысла. Здесь оно стремится к нулю, но ее максимум стремится к бесконечности. Ну, с другой стороны, мы все посчитали. Давайте разглядывать этого жирафа. Откуда у него такая длинная шея идет бесконечности? Ну, как? Вот мы рассчитали. n равно 1. Ну, у него максимум в точке 1. Ну, в нуле она равно нулю, и как-то там растет, и максимум 1. Ну, хорошо. Значит, вот n равно 1, f1. Как это на себя ведет? Хорошо. Берем дальше. n равно... Ну, я тут не знаю. А, ну, просто прямая формула. Чем крупнее n, тем больше максимум. Берем. Только я что-то нарисовал. У меня так не поместится иллюстрация. Давайте где-нибудь нарисуем. Вот. Берем двойку. Двойка – это, значит, максимум в точке 1, 2. И он, кстати, побольше, потому что n степень альфа растет. Значит, функция выходит из нуля. Они все в нуле равны нулю. Единицы, они все будут какие-то маленькие значения иметь, да, потому что 2 больше, чем альфа. То есть значение в единице всегда будет, с ростом n будет, ну, где-то близко к нулю, или убывать к нулю. То есть функция как-то растет до некого значения, а потом спадает. Ну ладно, хорошо. Берем n равно 10. Тут вот где-то 1 десятая. Функция совсем высоко растет, а потом как-то спадает. И вот так дальше эта картинка будет устроена. То есть дальше берете одну тысячную, функция взлетела, куда-то туда ушла, вернулась, и потом раз, и затухла вот так. То есть если вы сидите где-то на оси x, вот крестиком помечена точка, в которой вы наблюдаете функцию, вы наблюдаете такое странное поведение. f1 было равно чему-то. f2 стало побольше, f3 стало еще побольше, потому что вот точка максимума потихонечку сюда поползает. Но в какой-то момент точка максимума минует это место и будет дальше двигаться к нулю, и вы вдруг начнете обнаруживать, что вот у вас значение в этой точке, а то они начинают убывать. Максимум уехал, а потом функция быстро сваливается к нулю. Ну все-таки мы же знаем, что в каждой точке стремления к нулю-то происходит. Вот оно произойдет тогда, когда уже максимум туда уехал. И вот в этот момент, значит, все тут уже начинает лести себя прилично и убывать к нулю. Вот такая история. То есть понятно, что если мы занимаемся какими-то вопросами, связанными с последовательностями функциями и предельными переходами по номеру членов последовательности, то вот эта картинка потенциально, она, как бы это сказать, ошибкоемкая. Она может такие простые, казалось бы, соображения в стиле размахивания руками большой-маленький и стремиться к нулю испортить. Ну ладно, хорошо. То есть вот это значит, что вот это страшилище, вообще говоря, требует особого внимания. И, так сказать, если вы интересуетесь какими-то техническими вопросами, наверное, вам нужно пытаться избегать такой ситуации. Ну или как-то вот рассматривать, по крайней мере, что в более простом случае все-таки наивная точка зрения должна вас даже звать, а не то изобразие, которое я написал. Вот, хорошо. Ну так вот, по этому поводу, давайте запустим определение номер два. Это вот и есть наш главный термин на сегодняшний – равномерная сходимость. Мы говорим, что последовательность Fn равномерно сходится к F0 на множестве e, равномерно сходится к F0 на множестве e, если… Вот такая величина стремится к 0. Я, значит, рассматриваю величину αn, я ее задаю. Ну, как-то немножко нехорошо так поступать. Может, для конспектов вполне хорошо. И, в принципе, для такой устной речи тоже нормально. Значит, я вот задаю такую величину. Я при каждом n вычисляю параметры αn. Это supremum по всем x из e. Ну, я рисовал вещественную картинку, да? И, значит, интересовался, насколько сильно максимум. Ну, максимум – это, фактически, то место, где функция больше всего отличается от предельной функции. Ну, вот здесь я отслеживаю максимальное отличие fn от x от f0 . Значит, для случая отображений, которые, как вот у меня здесь, я должен писать вот такую штуку. Значит, ищем, в какой точке fn от x максимально далеко от f0 от x. Так вот, если эта разность стремится к нулю с ростом n, то мы говорим, что имеет место равномерное исходимость. Ну, я это запишу, давайте я это запишу. Значит, вот такое αn, я сейчас напишу, а вы скажете, вот, а тут нет равно есть. Значит, фраза означает следующую вещь. То есть, для любого f0 существует номер такой, что для любого n, который больше этого номера, для любого xa изможно е. Ну, и дальше концовка про расстояние. Расстояние от fn от x до f от x меньше ε. Ну, кажется, это оно и есть, потому что, если вы читаете эту фразу, то можно, не задумываясь, вот эту вот концовку. Ну, тут назначены параметры какие-то, n маленькая, там, ε, да. И вот тут еще написано вот то, что я подчеркнул. Так то, что я подчеркнул, означает, что вот суправим по всем x не превосходит ε. В каждой точке расстояние меньше ε, ну, значит, суправим меньше либерально. Для любого ε существует номер, начиная с которого вот это αn меньше либерное ε. Ну, нормально, это значит, на фразе не сходится. Так, хорошо, ладно. Я правильно понимаю, что в данной ситуации f0 от x это у нас то, к чему поточечно сходится? Ой, это следующий комментарий, который я хочу сказать. Совершенно верно. Значит, вот давайте попытаемся понять, дана последовательная файл, к чему бы это она могла сходиться равномерно, просто сама по себе, как бы это сообразить. И это четырехвантный утверждение. Тебе будет общее уважение какое-то по себе. Ну, у нас есть люди, которые потенциально не приспособлены к пониманию четырехвантным. Видите, я пишу четырехвантный утверждение, а они сядут в телефоне. Все это, значит, четвертый пантер не для них. Соответственно, как быть человеком, у которого четвертый пантер в голову не влезает? Ну, не впихивайте его туда. Значит, сказать, что я не могу это понять. Я понять этого не могу. Четвертый пантер я не могу поместить в голову. Поэтому я поступлю так. Вот у меня есть это множество e. Вот я заранее нарисую точку, какую-то отдельно взятую, допустим, x с черточкой. И когда будут считать четырехвантное утверждение, пока квантеры в голову влезут, я их еще буду заглатывать, так сказать, и как-то осознавать. Но как только четвертый полезет, а он будет пробуку i, я не буду понимать, что этот x любой и что такое. Я буду думать вот только про этот x, который заранее себе надо. Буду так медитировать на него, и когда меня вот три квантера скормят, четвертый, я уже только про этот x и черточкой понимаю. Тогда тут написано, для любого y существует номер, что как только n больше, то возьмите, пожалуйста, любой x. Вот это уже выше моей силы, я не могу, я не понимаю. Вот я буду брать только этот x. И тогда для этого x, раз я его только взял, расстояние меньше y. Любой x существует номер, начиная с которого расстояние от fnx с чертой до f с нуликом. С нуликом от x с чертой меньше ε. Но это и значит, что fnx с чертой стремится к f0 от x с чертой. Вот этот принцип экономии, что последний квантер халтурно реализуем, он самый глубокий технический уровень, ни один начальник не понимает этого уровня, он не найдет этого же уровня никогда в жизни. Поэтому вот так. Итого, если у вас есть последовательность функций, то она может равномерно сходиться только к поточечному пределу. Потому что из определения равномерной сходимости следует сходимость каждой точки множественного е. Тем способом, как я сказал. Наметьте точку, и в тот момент, когда вам говорят, еще можно взять любой x, возьмите только эту точку. И вы получите то, что нужно. Итого, значит, равномерный предел, если уж он какой-то и есть, то только вот к той функции, которая является поточным пределам. Ну, я бы сказал функции, значит, это вообще общий контекст отображений. Но, может быть, на всякий случай, чтобы как-то это перед глазами было, давайте еще раз посмотрим. Я еще примерчик хочу еще раз рассмотреть, хотя, в принципе, уже с ним все ясно. Значит, для функций у нас вот в этом месте я буду писать супремум модуль разности, ну, расстояние просто модуль разности, то есть я буду оценивать fn от x минус f от x, минус f0 от x и брать супремум по e. Ну, и, соответственно, если я буду расшифровывать вот это многоконтрольное утверждение, то тоже для функции я буду, естественно, вместо расстояния писать преущественную модуль разности. Ну, и готово. Так, хорошо, ладно. Вот два примера, которые перед нами. Это же было на тему поточечной исходимости примера. Что-то про равномерное. Значит, во-первых, вот ревизия первого примера. Значит, если мы имеем случай первый, давайте я анализую A, в случае A, множество e лежит в отрезке 0,1, спрашивается, есть тут равномерная исходимость или нет. От того, что есть поточечная, это не значит, что есть равномерная. А вот множество e лежит в отрезке 0,1, спрашивается, не получится ли так, что f n t сходится куда-то равномерно. Ответ. Ну, мы только что выяснили, что равномерно, оно может сходиться только вот к этому нулю. Ответ. Это же действие на нулевой функции. И вопрос равномерно сходимости, это вот этот вопрос. Это значит, нам надо изучать вот супрему по x, ампринавшим e, f n t от x, минус f от x, минус f от x это 0, взять по модулю. Ну, тут не отрицательно, e лежит в отрезке 0,1. Вот этот супрему стремится к нулю или нет? Вот что он должен посчитать. Ну, как тут быть? Ну, либо как-то посчитать надо супрему, либо как-то другим способом оценить его сверху, чтобы догадаться, стремится он к нулю или не стремится, или снизу, если мы хотим, что не стремится. Но в данном случае понятно, если множество e лежит в отрезке 0,1, то самый большой x потенциально возможный в числителе это единица, может быть, e не дотягивается до единицы, но все равно больше единицы иксов не бывает, так что все выражения под супрамом не превосходят одной ренты, а сам по себе супрам не отрицательный, естественно, по неотрицательным значениям берется супрам. Ну все, значит, он стремится к нулю, потому что вот такой принцип двух городовых. Итого, в пунктике a имеет место по точечной исходимости равномерное, а вот она, надо же, имеет место. И этот пунктикам вполне подходит под ту картину наивного, так сказать, стремления к нулю, которая себе представлялась, потому что, значит, x в степени n это функция, которая вот как-то так выглядит, x в степени n будет еще поделить нужно на n это выражение, то есть последовательность функции, которая тут будет такая, при x равном единице это x, при x равном двойке x квадрат пополам, потом f и натрий, вот они, так сказать, там вот как-то, так сказать, затухают монотонно, значит, плавненько-плавненько чуть-чуть вырастает, и чем больше номер, тем меньше рост, который мы наблюдаем здесь. И вот здесь, значит, как раз равномерно исходимости нет места. Ну, в пунктике b, раз нет по точечной исходимости, то и равномерно сходиться некуда. Так, хорошо. В пункте 2, в смысле, второй пример. Видимо, тот супремум, который я должен вычислять, и тот максимум, который я должен вычислил здесь, хотя меня не спрашивали, это одно и то же. Я слово максимум взял, потому что он тут легко как максимум реализуется. В принципе, это ровно оно. Я взял fn, вычел из нее 0, модуль рисовать не стал, потому что все положительно. То есть вот этот максимум, который я вычислял, это ровная попытка вычислить этот супремный. И тот факт, что я его нашел, где-то тут он написан, да, и он стремится к бесконечности в случае, когда α больше 1, это означает, что нет равномерно исходимости. Просто вот вычислили, и оказалось, что это выражение не то, что не к нулю идет, оно идет к бесконечности. Нет равномерно исходимости. Так. А если, кстати, α равно 1? Ну, вот это вычисление никто не отменяет, оно по-прежнему в силе, а α равно 1, значит тут получается просто 1,2. При всех n, вот здесь 1,2. То есть тоже не идет к нулю. Тоже нет равномерно исходимости. Не стремится к нулю, вот это α n не стремится к нулю. Равномерно исходимости снова нет. Что-то ничего не хватит, что все будет. Так, а если α меньше 1? Ну и больше нуля, как сказано там условие. Ну опять, максимум-то вычислили, и максимум это все тот же супрем, который управляет свойством равномерно исходимости. Значит, вот тут получается, что... А, ну тут x мы уже избавились от всего, да? Значит, α меньше 1,1. Значит, этот n в отрицательной степени потихонечку идет в ноль. Стремится к нулю. Значит, вот это α n стремится к нулю. Ну и все. Номер исходимости есть. Есть. Так, хорошо. Вот такая вот замечательная история. Вот такая вот замечательная история. Так, хорошо. Ладно, значит, давайте я теперь потихонечку что-нибудь про эту родную исходимость еще попытаюсь понять. Остается такое очевидное наблюдение, которое фактически чуть-чуть обобщает вот этот принцип ленивый по поводу четвертого контра. Значит, давайте его зафиксируем. Значит, если fn... А, давайте, во-первых, обозначение. Я забыл дать обозначение. Как обозначается равномерная исходимость? Ну вот, давайте так обозначать. fn, t, стрелочка, стрелочка, f. Ну, этот значок требует указания, что куда стремиться. Ну, тут если fn сложную формулу имеет, там, может быть, много параметров. Значит, надо указать, что n стремится к бесконечности. И нужно тогда сказать, где бегает переменная. На каком множестве равномерной исходимости? Ну, где-то либо снизу. Ну, а снизу, в принципе, не обязательно писать снизу. Можно звуку на множестве e. Получается такое обозначение? Ну, вот, хорошо. Так вот, давайте еще раз отдать. Пусть fn, t равномерно сходится к f на множестве e. Пусть у вас есть множество e', которое лежит в e. Тогда, конечно, у вас есть равномерная исходимость на e'. Это вот ровно тот самый принцип экономии, когда... Тут мы только всего одну точку подставляли, когда я говорил, что что-то вот никак любого x непонятно, давайте я только один x единственный буду брать. Ну, здесь давайте только вот этим. Мы e' изучили. e' для нас очень хорошая, понятная множество. Мы к нему привыкли. Вот только из него и будем брать. Ну, и тогда у вас получится определение равномерной исходимости на e'. Это как бы понятно. Так, хорошо. Это было такое замечание. Я забыл оформить, как замечание, утверждение, которое вот мы с вами обсудили, что равномерный предел может быть только поточечному, да? Значит, исходимость, возможно, по той функции, которая является поточечным пределом. И вот, утверждение номер... Замечание следующее. Вот оно такое. Давайте я рассмотрю множество f, большое, красивое. Это такое множество функций. Это всевозможные функции, заданные вот у нас в определении контексту. Действуют из x в y. Вот функции действуют из x в y. Так же, как в определении x это множество, а y это метрическое пространство. Так вот, от функции требуется, что эта функция ограниченная. 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 Ну, как отображение действующего метрическое пространство ограниченное? Это что значит? Принимает множество значений вашего отображения и содержится в некотором шаре. Когда вы vr действуете, оно там по модулю не превосходит чего-то. Когда vr, значит, по норме не превосходит чего-то. То есть лежит в шаре с этого нуля и радиус от какого-то R большого. В метрическом пространстве, значит, существует такой шар в y, что при всех x от x лежит в этом шаре. Ограниченная. Тогда давайте рассмотрим такую штуку. Давайте возьмем и назначим такую функцию. Надо, может, функционалом называть. Берем две функции f1 и f2, лежащие в этом, f красиво. И посчитаем для них такое новое выражение. Ро от f1, f2. Это просто supremum расстояние. f1 от x, f2 от x, когда x бегает по x. Тут у меня такая некоторая коллизия в значении. И получается расстояние, как бы это расстояние, которое справа у меня написано, я его определил в y. Ну, в смысле, это как бы y метрическое пространство. f1, f2 это значение в y, расстояние. А тут, может быть, чтобы не было коллизии, может, сразу вместо буквы ρ какую-нибудь другую рассмотреть. Например, ну, не знаю, почему бы не использовать просто букву r. Давайте я. Я его временно использую. Вот такое вот рассмотрим. Такое выражение. Ну, в смысле, это тогда означает, что вот рассмотрим в этой ситуации такое вот выражение. Так вот, я утверждаю, что это самое ρ, это метрика в пространстве r. Значит, это выражение по двух функциях вычисляет нам некоторое число, да? Которое вы можете трактовать как расстояние между функциями. И оно вам, значит, вот это вот выражение ρ от f1, f2 превращает вам в красивое жуе метрическое пространство. Это забавный факт. Ну, почему это метрика? Ну, как там метрика? Я сегодня напоминал определение нормы, да, там аксиом перечислял. Ну, метрики там какие-то, родственные. Это должно быть неотрицательное для всех f1, f2 должно быть неотрицательное выражение, да? Неотрицательное, потому что правом расстоянии. Оно должно быть симметрично по f1, f2. Ну да, симметрично. И оно должно, так сказать, неразь треугольника. О, неразь треугольника. Неразь треугольника. Неразь треугольника. Давайте напишем неразь треугольника. У меня есть функция f1, f2. Ну, то есть я должен доказать, что r от f1, f2 превосходит расстояние от f1 до f3. Плюс расстояние от f3 до f2. Ну, тут я запятые пропустил, потому что я плотно не ставлю. Значит, вот для любых трех функций f1, f2, f3 из нашего пространства ограниченных функций, я их функциями называю по привычке, вообще это отображение. Не очень хорошо. Ну, с другой стороны, вроде безобидно довольно. Значит, для любых трех вот этих отображений f1, f2, f3 должно вот это выполняться. Давайте это докажем. Давайте так это докажем. Значит, возьмем ε больше нуля. Тогда существует такой x, что... Значит, вот я ρ уменьшу на ε. Ну, и ρ уменьшу на ε. r уменьшенное на ε уже перестанет быть супремным вот этой совокупности значений. Значит, какое-то значение попадет в зазор между r и r минус ε. Вот я это записываю. Существует вот x, который как раз вот дает значение в зазоре. То есть r f1, f2 минус ε меньше, чем расстояние от f1 от x до f2 от x. Не буду запятые ставить. Ну, и то, что это меньше либо равно r, меня не интересует. Вот так. Начинается в свойство супремума. Расстояние появляется как супремум. Я его чуть-чуть уменьшил. Значит, получается, что можно найти точечку, в которой... которая вклинивается и говорит, что уменьшенное значение не есть в верхней границе. Ну, хорошо. Теперь вот тут уже в терминах буквы ρ мы знаем, что ρ – это метрика в у. Мы можем написать неразь треугольника. Включая вот эту третью функцию сюда. ρ – это f1 от x до f3 от x. Плюс ρ от f3 от x до f2 от x. А запятая неплохо смотрится. Пусть она стоит. Давай. Ну, и теперь я опять включаю определение функции r. Вот стоят какие-то расстояния между значениями в точке x. А вообще-то r – это супремум. Поэтому, если я вместо вот этого выражения r от f1 от x до f3 от x напишу расстояние от f1 до f3, так это будет крупнее. Потому что это супремум по всем таким экзаменам. Вот этих штук. Ну, и то же самое во втором круге. Вместо вот этого расстояния напишу r от f3, f2. Вот готово. У нас появилась такая замечательная вещь. Не то, чтобы она нам очень нужна, но с другой стороны, видите, получается, что мы, так сказать, повышаем уровень абстрактности. Вот у нас на первом части, так сказать, пространство линейных операторов снабдилось операторной нормой, превратилось в нормированное пространство. Теперь, понимаете ли, мы там рассматриваем иногда открытые множества, иногда насходимость в этом нормированном пространстве. А здесь тоже функциональное пространство, мы у нас взяли метрику с теми же самыми фатальными последствиями. Мы теперь можем рассматривать, так сказать, сходимость объектов, живущих в этом пространстве, уже функции. У вас не слова последствия будут куда-то сходиться, а вот последствия. Ну, как она будет сходиться, уже прозвучалось. Слово, которое управляет исходимостью, равномерная исходимость. Так, хорошо. Значит, давайте еще какое-нибудь мелкое замечание сюда добавлю, пока не забыл. Значит, понятен такой факт, что если у вас есть равномерная исходимость на каком-то множестве e1 к функции f0, и есть еще на каком-то множестве e2, значит, если... Такое третье замечание. Если fn сходится равномерно к f0 на e1 и на e2, это два утверждения. На каком-то множестве e1 мы обнаружили, что есть равномерная исходимость и на множестве e2. То тогда можно, конечно, сделать вывод, что fn равномерно сходится к f0 на объединение. Ну, потому что, когда вы расшифруете по определению, скажете, ну, вот будем брать вот там супремум, да? Значит, брать супремум разности. Значит, fn t от x минус f0 от x, x бегает по e1, это я называл альфа n. Ну, тут будет альфа n первая, построенная по множеству e1, и оно стремится к 0. А еще возьмем супремум, связанный с e2, да? Берем супремум разность, там будет альфа n второе, и оно тоже стремится к 0. Ну, а когда вы рассматриваете множество e1 и e2, вы объединяете совокупность x-ов, по которым берете супремум, и у вас вот это альфа n, которая выскочит, оно будет просто максимум из этих двух. Ну, и, конечно, максимум тоже будет стремиться к 0. Так что это такое тривиальное значение. Замечательно. Ага. Ладно. Значит, в терминах этой метрики, значит, давайте еще раз, я сказал, что это метрика, сказал, намекнул про нумеросходимость, но я ее так и не перешел. Значит, в терминах этой метрики получается, что fn t сходится к f. Ну, если вы работаете с ограниченными функциями, да? Ну, вот до сих пор в моем примере была ограничена функциями. Так что, в принципе, пока мои примеры подходили. Значит, по метрике r, да? По метрике r, то это означает, что для любого e0 существует номер, начиная с которого, расстояние от fn до f0, f0 будет сходимость меньше ε. Ну, а расстояние — это вот это supremum. Supremum fn от x, f0 от x, расстояние. То, что было названо αn. Ну, то есть, получается так вот, равномерная сходимость есть в точности сходимость по этой метке. Значит, тут есть такой небольшой зазор. Когда вы пишете какую-нибудь последовательность функции, вы не обязаны думать и предъявлять ее ограниченную, неограниченную. И для них вы можете тоже ставить вопрос о равномерной сходимости. И вы будете, так сказать, отлеживать какие-то такие supremum. Ну, и получите какой-то ответ. То есть, получается, что если вы привлекаете в дело неограниченные функции, то вы как бы выходите немножко за пределы этого пространства. Ну, это такой же эффект, как когда в r вы добавляете бесконечность. В формат добавив бесконечность, у вас появился бесконечно удаленный элемент. Ну, вы, так сказать, обычно не очень комплексуете по этому поводу. Если жизнь заставит считать расстояние до бесконечности, вы скажете, что он бесконечен. Хотя, ну, это как бы вы выходите за пределы определения метрического пространства. Не бывает только точками бесконечного расстояния. Вот такая же говорка. Технические вычисления все поддерживают, а вот определения говорят, ну, да, в этом случае не надо говорить слово метрика. То есть делаете все, что вы делаете, называете равномерной расходимости, но вот метрики самой не будет, потому что формально там какие-то расстояния могут быть бесконечные, значит вам нельзя их, так сказать, называть расстояниями. Так, ладно, хорошо. Так вот, следующая, значит, теоремка такая совершенно замечательная. Она говорит, как устроены предельные переходы в случае, вот равномерные предельные переходы в случае, когда вы имеете дело, ну, с достаточно хорошими исходными функциями или отображениями. Значит, такая теорема Стокса Зайда. Ну, это Зайда, да, такая немецкая фамилия. Так, если его почитать, то он как-то, современный человек, как-то не сразу как-то спознает, как Зайд. Ну, неважно. Значит, вот такое тут утверждение. Пусть, значит, до сих пор у меня x был произвольным множеством, вот сейчас я нарушу этот принцип. Значит, пусть у меня есть последовательность функции fn, а также функция f0, они действуют из x в y, и то, и другое метрическое пространство, потому что я в x хочу теперь отслеживать какие-то дополнительные вещи, а именно отслеживать непрерывность самих функций. Значит, c – это точка x в x, и fn непрерывно в точке c. И пусть известно, что fn равномерно сходится к f при стремящемся к бесконечности на x. Вообще, на все области цепления есть равномерно сходимости. Тогда вот предельная функция f0 тоже непрерывно в точке c. – Просто произвелось два обозначения f и f0. – Где f0? – А, 0, конечно, f – это f0, да, 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 0. – Спасибо. – Сейчас, я на всякий случай, возможно, такую теорему надо сначала сопровождать иллюстрации такого антипримера, который говорит, что, а, так сказать, насколько вообще естественно ожидать, что вы делаете предельный переход, и функция получается непрерывно. Это вообще как? Это что, так вот? Это нормально, да, или наоборот? Вообще, может быть, разрывные функции вообще нельзя получить? Совершенно тривиальный пример в стиле того, который был примером номер один. Смотрите, значит, если fn от x – это просто x в степени n, а область определения – это отрезок 0,1, то к чему эта последовательность функции fn сходится поточечно? Еще раз, тут сказано, что fn-то сходится к f0 равномерно, ну, значит, и поточечно тоже. Просто, значит, нам говорят, вы знаете, тут есть поточечная сходимость с таким дополнительным сверхсвойством, еще вот она называется равномерная, то есть с каким-то высококачественной поточечной сходимостью. И вот если она есть, то нам говорят, что предельная функция непрерывна. Я пока отбрасываю это, давайте просто вот на секундочку подумаем о поточечной сходимости обычной. Вот в последствии x в степени n, x бегает по отрезку 0,1, мы при каждом фиксированном x отправляем n к бесконечности, что будет в пределе. Понятное дело, что fn-то от x поточечно сходится к функции f0 от x, которая устроена там, это 0 при x меньше единицы, и единица при x равном единице. Я думаю, эту скобочку убрать, потому что закрывать скобочку, баланс скобок наружу. Вот при x равном единице, x в степени n это единица, и все. А вот если x меньше единицы, то x в степени n это 0. То есть получается, что да, поточечный предельный переход из непрерывных функций, причем совершенно милых, безобидных, с которыми мы очень легко умеем работать, он нам дает разрывный предел. Хорошо, ладно. Это значит, наверное, давайте еще раз так сказать, нам не важно, покрутить в голове это дело, полезно. Это значит, наверное, это теорема, ну как бы вряд ли она контрпример к теореме, теорема-то наверно верна, да? Наверное, это значит, в этой ситуации у нас нет равномеросходимости. Если была равномеросходимость, должна была быть непрерывность говорить нам теорема. Значит, я косвенно догадываюсь, что равномеросходимости нету. Но это косвенно теорема-то я еще не доказал. А давайте в лоб докажем, что это равномеросходимость. Ну, это значит, надо попытаться посчитать суп-проему. x в степени n, ну вот f0 у меня такая потождественная 0, ну давайте я уж напишу, это f0. В содержательных точках она нулевая. Суп-проему по x, бегающим на отрезке 0,1. Ну и я поступлю цинично, главным образом для того, чтобы лишний раз показать, а какова, так сказать, степень свободы моих действий. Как меня оценить суп-проему снизу? Я хочу сказать, что этот суп-проему не стремится к нулю. Он не стремится к нулю, потому что он такой достаточно крупный. Как не доказать, что он достаточно крупный? Во-первых, можно посчитать. Ну, я вот хочу не считать. Я хочу обойтись каким-нибудь, так сказать, ненаступным. В этой ситуации его не трудно посчитать, но вообще вычисление суп-проему некоторых лопат. И имея в виду, что вообще так им нравится суп-проему, давайте я попытаюсь обойтись без этого. Как бы у меня от суп-проему оценить ответ? Ну, взять и подставить любую точку. Вот если я беру любой x и вычисляю вот то, что тут написано в этой точке, в точке x, то это будет оценка снизу для суп-проему, потому что суп-проему это верхняя граница всех значений, а я беру одно. Ну, вот я и говорю, давайте я в качестве x вот в эту функцию подставлю точку 1-1nt. x в степени n это 1-1nt в степени n, а f0 от x, ну, это вот попадает в этот разряд, это 0. Так что вот, пожалуйста, так вот забавно кажется сложным появившееся выражение, ну, это потому что я взял такую точку, я взял почти единицу, очень близко к единице, ну, и мы понимаем, что это выражение при больших n это примерно 1 e, ну, собственно, оно стремится к 1 e, и поэтому этот суп-проему мне стремится к 0. Всё, готово, я бы вам доказал, что суп-проему стремится к 0, я при этом избежал вычисления предела, зато я, значит, суп-проему, но зато я, как бы, оценочку написал, которая подменила мне это вычисление. Ну, ладно, этим пример закончен, значит, вот. Значит, да, при предельных переходах по точечных непрерывность запросто может теряться, вот проиллюстрировали. Хорошо, доказательство теории. Значит, у нас есть точка c, мы доказываем непрерывность точки c. Значит, возьмём пока такая заготовка. Заготовка. Значит, c у нас в условии теоремы это там, где непрерывность. Возьмём какой-нибудь x. Любой пока что. Ну, где он там? В x какой угодно. И возьмём какой-нибудь номер. И я сейчас пишу неравенство. Значит, как только я эти два объекта выбрал, я могу написать такое замечательное неравенство. Я могу сказать, что, значит, в точке x мне предстоит рассуждать про то, насколько велики разности. А, у меня расстояние. Расстояние от f0x до f0c. Я-то ожидаю, что при x стремящемся к c, а если x близко к c выбирать, то вот эти расстояния очень маленькие. Да? Потому что я рассчитываю на непрерывность с точки c. Если x выбираю близко к c, то по определению непрерывности вот это расстояние может быть меньше, ну, какого вы хотите. Если x там стандартный упоминания. Любой x существует, дельта. Как только x берёте с дельта окрестностей, это штука меньше x. Вот, замечательно. Так вот, я для этой штуки пишу оценку. Значит, я для оценки ещё привлекаю, пока ещё непонятно просто так, с потолка взятую какую-нибудь функцию fn. И вот я пишу такое неравенство треугольника на три слагаемых. Ну, я его напишу, а вы скажете, да-да, так оно и есть. Значит, я тогда, чтобы не разрывать, напишу с этой стороны. Значит, расстояние буду считать от f0 от x до fn от x. В качестве следующего расстояния буду считать от fn от x до fn от x. fn от x, fn от c. А в качестве последнего от fn от c до f0 от c. Такое неравенство четырёхугольника, скорее всего, треугольника. Ну, хорошо, вот я эту заготовку взял. Значит, зачем я её взял, я уже, так сказать, признался. Ну, потому что, когда я начинаю доказывать непрерывность, я буду объяснять, что когда x приближаются к c, вот эта штука должна быть маленькой. А она маленькая, потому что я сейчас посмотрю вот на эту заготовку и скажу, что вот если в неё правильно назначить n, и после этого правильно выбрать x, то она окажется очень маленькой. Ну, давайте, да, значит, хорошо. Давайте, значит, ну, как у нас в определениях? Маленькая, меньшая и y. Берём y. Берём y. Какое-нибудь произвольное, да, и доказываем, что вот у нас сейчас будет построено определение непрерывности, которая окончается фразой, что там расстояние меньше y. Пошёл. Давайте, значит, воспользуемся тем, что нам дано. Нам дано, что последовательность функции расходится равномерно. Это значит, что я могу сейчас воспользоваться вот этой равномерной сходимостью. У меня сейчас уже нет этих определений, да. То есть для каждого y существует такой номер. Такой, что для любого n больше этого номера. Сразу во всех точках, для любых x. Расстояние от fn от x до f0 от x меньше y. Ну, давайте, так сказать, натрия-то поделим, чтобы в конце действительно m получился, а здесь пока будет m. Ну, хорошо. Значит, это я пока процитировал вам определение равномерной сходимости. А теперь я говорю, ну так вот, сейчас мы вот благодаря вот этой заготовке и вот этому определению сейчас всё склеим. Итого, мы взяли epsilon, нам дают в ответ в определении какой-то номер, что для всех n маленьких, более крупных, чего-то там происходит. Давайте возьмём себе один единственный экземпляр такого номера n. Просто вот с ним и будем работать. Выберем себе одно такое n. Одно значение n. И вот это n будем использовать в заготовке. Что нам говорит определение? Оно говорит, что ну вот если вы выбрали кваш какой-то n, пожалуйста, например, то дальше какие x не берите, вот такие расстояния всегда меньше всего на 3. А в нашей заготовке есть два таких расстояния. Вот, пожалуйста, расстояние от f0 от x до fn от x. Как раз оно меньше всего на 3. И есть ещё одно вот оно. Ну, честно говоря, мы и так-то могли, зная точку c с самого начала, как бы под неё номер выбрать. Ну, неважно, вот это тоже подходит. При этом номере и вот здесь тоже меньше всего на 3. То есть у нас получается, что вот при таком назначении я ещё x не назначил. Но я уже точно верю, что вот эта слагаемая будет меньше ε на 3, вот эта слагаемая будет меньше ε на 3. А надо бы ещё x назначить, чтобы ещё и серединка была меньше ε на 3. Ну, так а что тут назначать-то? Номер-то мы себе зафиксировали, один выбрали. Здесь есть конкретная функция fn от x. Про неё известно, что все функции fn непрерывны в точке c. Значит, вот эта функция fn от x тоже непрерывна в точке c. Значит, получается, что, опять же, при назначении ε существует такая окрестность точки x, что при всех x из неё, ну, вот расстояние от fn от x до fn от c. Ну, коллизия, потому что мы берём иксы из окрестности x. Иксы, конечно, да. Я говорю про непрерывности fn в точке c. Вот, теперь хорошо. А не проколутые? Ну, в каких-то там определениях у нас были проколутые окрестности. Здесь вроде не происходит катастрофу, если вы сюда подставите вместо xc, то, как бы, да, свойство непрерывности не требует проколутых окрестностей. Ну, вот всё получилось. Получилось. Значит, вот получается, что я взял ε, выбрал какое-то n маленькое, посмотрел, что означает равномерная сходимость, и в смысле моей заготовки, которая написана здесь, это означает, что крайние слагаемые меньше, чем ε на 3, а средняя слагаемая определяется уже выбранным номером n, точка c заодно со начала, и поэтому при x, близких к c, вот можно такую окрестность указать, и средняя слагаемая меньше ε на 3. То есть получается, что вот в результате для выбранного, в смысле для вот выбранного x построили окрестность, то если x отсюда берем, то вот такое расстояние окажется меньше ε. Значит, подытоживаем. То есть для этого ε существует такая окрестность точки c, что при всех x из окрестности точки c, финал вот этот вот, расстояние f0xf0c меньше ε. Ну, стандартно, я тут что-нибудь где-нибудь теряю, я отсюда ε на 3, ε на 3, вот это ε, который тут привел, вот его тоже натр поделить вот в этом месте, там, кстати, εψалон натрий. Ага. Так. Хорошо. Ну, ладно. Значит, давайте подытожим. Такое следствие. Все, все доказано. Да я воспроизвел техническое определение непрерывности. Вот оно в нижней строчке. Ну, тут не сказано, что это любое, но я же могу любое взять, да? Действительно, любое. Просто после того, как я его взял, я на него ссылаю, что для этого. Изначально оно было любое. Ага. Так. Итого, значит, следствие. Значит, следствие такое. Получается так. Вот если мы, значит, имеем непрерывность в одной точке, то оно сохраняется. Значит, если непрерывность была одна всюду, c от x это множество функций непрерывных на x. x у меня теперь по-прежнему метрическое пространство, да? А слово функция, я говорю, на автопилоте вообще-то надо говорить слово отображение. Потому что у меня, на самом деле, тут только отображение в y действует. Значит, для любого... Значит, если дано непрерывное отображение, и известно, что fn равномерно сходится к f0, то тогда мы можем сделать то, что f0 тоже непрерывно во всех точках. Получается замечательная вещь. Равномерная сходимость сохраняет непрерывность. То есть, вот, по-прежнему, антипример совсем простой. Тут еще, знаете, его прелесть в чем? Он еще, к тому же, делает монотонные предельные переходы. Чем больше r, тем меньше x. Ну, кроме единицы, где это настолько еще не строго, что всегда постоянное значение получается, да? Ну, в принципе, видите, даже всякие такие словечки технические. Благоприятные типы. Вот монотонность. Оно не помогает. Непрерывность разрушится, даже при монотонных предельных переходах. Хорошо. Значит, вот давайте я объясню вот этот сбой с буквой c. На самом деле, что я нашел. Знаете, почему? Потому что я все написал расстояние, а здесь написал окрестность. А в других местах расстояние. Ну, да, а в других местах у меня там действительно все про y шло, про значение, поэтому там расстояние. А вот это единственное место, где речь идет об x, x-умеометрическое пространство. Я бы мог писать тоже расстояние, но я написал окрестность. И вот это пример первого заметения. Поскольку я в доказательстве не использовал слово расстояние, говоря про точки из x, то доказательство работает даже в том случае, если их не является метрическим пространством, а является тем, что называли топологическим пространством. То есть, пожалуйста, там могут быть заданы открытые и замкнутые множества, вместе с ними от окрестности. Нет никакой метрики. Но, так сказать, всякие свойства типа непрерывности. Как у нас было в теоремах, теорема такого низкого определения непрерывности. Вот так надо просто определять. Это будет определение непрерывности. Про образ открытого множества открытого. Ну и получается, что теорема верна для случая, когда x это топологическое пространство. И доказательство теоремы вот ровно это же самое. Ни слова менять не надо. Хорошо. Утверждение номер два. Замечательно. Ну вот, видите, на самом деле, вот тут мне равномерная сходимость на x. А реально я интересуюсь только судьбой, как ведется весь предельный переход в одной точке. Конечно, мне по большому счету не нужна равномерная сходимость на x. Тут хватило бы, в теореме, достаточно иметь равномерную сходимость не на всем x, а где-то в окрестности точки c. Равномерную сходимость, вот эту вот fn, где сходится равномерно k, на окрестности точки c. Ну, давайте, как ее тут. Тут тоже есть uac. Давайте я какое-нибудь 0 напишу ac. Другая окрестность. На какой-нибудь окрестности точки c. Если бы это было так, то, конечно, все бы сработало. И как бы мы это доказывали, мы бы сказали, давайте все сузим на эту окрестность. Пусть теперь новый x — это эта окрестность. По, так сказать, свойства непрерывности оно локальное, ему не важно, так сказать. Важно, что окрестность вы взяли, и поэтому там непрерывность можете обсуждать, ну и все получится. Так что, значит, это так. Но это в теореме. А у нас еще есть следствие. Следствие, тут вот я это сказал, имею в виду то же самое, не написал, что на x, да? Я просто, так сказать, адаптировал утверждение теоремы для случая, когда я хочу много разных точек c рассматривать. Замечательно. А теперь оказывается, что рассматривая одну точку c, мне не надо равномерно стоимость на тём x. Тогда в следствии утверждение следствия будет верно, если мы имеем то, что называется локальная равномерная исходимость. То есть, хватает для утверждения, которое дано, локальной равномерной исходимости. То есть, локальная равномерная исходимость, это утверждение что? Значит, в окрестности любой точки c имеет место равной ответственности. То есть, любого c из x существует u0ac такое, что fNt сходится к f0 равномерно на u0ac. То есть, вы для каждой точки указываете некий диапазон всех близких точек. Значит, у вас целая окрестность, так что там есть равномерная исходимость. Благодаря этому у вас есть непрерывность в точке c. И так для каждой точки c, значит, непрерывность в точке c. А когда мы в такой же точке c из x указываем равномерную, соответственно, окрестность, в которой присутствует равномерная исходимость в микро и ледово, что присутствует равномерная исходимость на всем x? Пример. Вот пример тот же самый, но чуть-чуть подпиленный напильником. Значит, fNt от x равно x в степени n. Ну, на этот раз, область определения, интервал 0,1. Ну, собственно, 0 можно включать, но я уж так для единообразия иного сложно включить. То есть я выкинул вот эту противную точку 1, в которой что-то тут нарушалось. Я утверждаю, что x в степени n равномерно стремится к 0 в окрестности каждой точки c. Давайте уж тогда аккуратно эти контры писать. Фраза, получается, может, так кажется ясной, но в ней спрятана логическая зависимость. Давайте еще разок. Значит, для любого c из отрезка 0,1, из интервала 0,1 существует окрестность точки c такая, что fNt, ну, fNt это x в степени n, x в степени n равномерно сходится к 0 вот на этой окрестности. x в степени n равномерно сходится к 0 на вот этой окрестности. Ну, это, на самом деле, тяжелое с ней понятие. Понимаете, смотрите, я вам говорю довольно немного слов. Я в качестве примера привожу простецкую функцию тривиального высопределения, и сейчас будет объяснение тоже состоящее из простых неравенств, но к этому все равно относиться как к вещи, которые сильно напрягают сознание. Как-то при том, что вот, так сказать, как-то у нас с простой стороны. Это как если вы вдруг увидели там, я не знаю, увидели бы какую-то четырехмерную фигуру. Понимаете, она может и простая для тех, кто с четырехмерными фигурами работает. Вы-то видите всегда трехмерный срез, и он как-то, так сказать, так вот, это, видимо, в зависимости от того, какой трехмерный срез определён, он как-то так меняется, а вам нужно рассуждать по четырехмерной фигуре. Наверное, это тривиально, когда вы уже, так сказать, не тренируетесь. Да, с первого раза это кажется вообще... Как с этим вообще? Короче, это какая-то экзотика, и она поначалу очень тяжелая, значит, может быть, для некоторых. Значит, доказываю, почему это так. Почему для любого С в некоторой окрестности, ну, очень просто. Смотрите, рисую картину. Вот 0, вот 1. Вот берём любое С. Ну, я тут в серединке рисую просто, чтобы мне было, так сказать, место, где подписи разместить. Вот я беру С. Вот я это С беру и должен окрестность вам предъявить. Предъявляю. Допустим, окрестность будет называться интервал альфа-бета. Вот вам альфа, вот вам бета. Бред какой-то. На картине нарисовано три точки общего положения С. Да, но только единственное, что тут сказано, ну, на самом деле мне не важно, где альфа, важно, что бета не подходит к единице. Вот у меня интервал альфа-бета вокруг точки С сооружён такой, что вот конец этого интервала бета меньше единицы. Вот это вот то, ради чего я картину рисовал. Дальше запускаем, извините, вот это. Нам нужно изучать равномерную сходимость. То есть я должен изучать, значит, супрему. Ну, у нас это функции, да, значит, я могу в общих терминах писать, что это супрем fn от x минус f0 от x. Ну, это как бы в определении такая штуковина, да? Супрем, когда x бегает вот по этой окрестностю. Альфа-бета. Ну, это я написал, чтобы, так сказать, привлечь общий контекст из определения. У нас-то это всё конкретно и уже давно, так сказать, совсем по-простому расшифровано. Значит, это супрем, мы уже знаем, что такое. Мы его уже смотрели. Значит, f0 это 0, раз уж мы на интервале в точку 1 мы не ходим, это 0, а это x в степени n. То есть мы рассматриваем, на самом деле, супрем выражение x в степени n, когда x бегает по отрезку альфа-бета. В степени n, чем больше x, тем больше значение, значит, супрем равен β в степени n. Как раз не достигается, между прочим, да? Потому что интервал открытый, а значение β я беру на конце. И это выражение стремится к нулю. Нам что нужно проверять? Мы имеем выражение от n и от x, и мы по x берём супрем. А от n оно всё равно зависит. Ну да, вот зависит. И нам надо сказать, определить, ну, стремится к нулю или не стремится к нулю. Он стремится. В принципе, чем ближе β к единице, тем хуже стремится. Вот если β совсем до единицы догнать, то произойдёт то, что там произошло, он перестанет стремиться. Но так он стремится, видите? И получается прекрасная идиллия. Вот этот пример не работал в точке 1, он всё портил. Вот там нарушалась непрерывность, выскакивала эта точка. Как только я эту точку откинул, равномерной сходимости не появилось. Я всего-то одну точку убрал, а супрем, видите, он уже большой даже вот вблизи конца. То есть вот равномерной сходимости на интервале 0,1 не появились. Давайте это тоже заферим. На 0,1 равномерной сходимости нет. Это фактически установлено вот здесь. Ну, потому что вот поставьте здесь круглую скобочку и дочитайте эту строчку до конца. Это равно оно. Так, хорошо. Ну вот. А локальная равномерная сходимость есть. В окрестности каждой точки равномерная сходимость. Ну вот. Значит, хорошая новость состоит в том, что, хотя, может, как-то это, так сказать, выглядит как будто жонглирование. Я работаю с двумя параметрами всего. У меня x и m. И я всего-то время от времени смотрю там по x какую-то операцию, время от времени смотрю по n какую-то операцию. Иногда в другом порядке. Фиксирую x и по n начинаю считаться. А здесь наоборот. Зафиксировал n, по x посчитал, а потом смотрю, что там в сен происходит. То есть, вот видите, это я вам говорил, что 2 это уже много. Вот с непривычки это кажется, так сказать, таким каким-то действительно жанр-движением. Но в любой момент, вот это вопрос о том, что вы когда что-то делаете, то есть, вы должны отдавать себе отчет, что вы делаете. И отвечать на вопрос, а что я делаю. То есть, четко уметь отвечать на вопрос, какое действие я сейчас совершаю. В этой деятельности в каждый момент происходит действие с одной переменной. Каждый конкретный вопрос, который мы тут решаем, как вспомогательную задачу, устроен так, что одна буковка фиксирована, например, зафиксирован x и мы по n считаем по точечным пределам. Ну, хорошо. Или наоборот, фиксирована другая буковка, а мы по x что-то тут делаем. Ну, в данном случае мы ее считали супременным. Вот. Ну, а вот в этой доказательстве мы зафиксировали, ну, мы тут... Ну, ладно, да. Вот. Не будем опекаться. Короче, вот да, все. Вот это к этому, наверное, сказали. И будем дальше эту штуку изучать. Я так не нравлюсь. Может, и надо назад? Продолжение следует... Продолжение следует...